Всем привет! Вы на канале DIY Family. Меня зовут Алиса. Мы с мужем редизайнеры, любители переделать старую, не очень старую и даже новую мебель. Еще мы производим краски для мебели. Ссылка на озон с нашими красками будет в описании видео. И еще мы любители переделать советские дачинки, сделать их более современными, уютными, но с винтажным налетом, такими домиками. Это позволило нам заработать на дом мечты на море. Всего пару месяцев назад мы переехали в дом без внешней и внутренней отделки. Здесь не было практически ничего, только садовое электричество. Все коммуникации мы сделали и наконец-то приступили к внутренней отделке. Самое интересное, самое вкусное. В прошлом видео мы сделали быстрый такой экспресс-ремонт за три дня детской комнаты. Ну как детской комнаты подростка нашего среднего сына Тимура. Можно посмотреть у нас на канале. А сегодня мы наконец-то занимаемся кухней. Для меня это очень радостный момент, потому что полы на первом этаже у нас бетонные. И конечно же они пылят, они грязные, они холодные. И мне очень хочется деревянный чистый пол. Поэтому сегодня особенно торжественный момент. Наконец-то будет чисто и комфортно. Ну и надеюсь, немного красиво. Что успеем, то сделаем. Все снимаю, все показываю. Не буду затягивать ваше время. Стартуем. Покажу кухню до. И в конце увидите, что у нас получилось. Ну что, этот торжественный момент настал. Мы начинаем ремонт кухни. Это, конечно, не уложится в одну коротенькую серию, как ремонт в Тимуриной комнате. Но начинать когда-то надо. Вот так у нас все выглядит. Ничего не прибираю, все показываю, как есть. Приехала к нам прекрасная наша раковинка. Я показывала в Шотс, показывала в Телеграм, Инстаграм уже. Это винтажная раковина. Ей 48 лет. И она расписана вручную художником и заново запекалась в печи, чтобы это все было надежненько. Рисунок я выбирала сама и под заказ вот так вот ее расписали. И к ней еще вот он. Вот такой вот фарточек. По идее, отсюда должен кран торчать, но у нас кран другой. И раковина будет стоять вот здесь у окна, поэтому фарточек нужно будет придумать куда-то в другое место. Кстати, пишите в комментариях ваши идеи. Я думала, может быть, сюда какие-то красивые крючки, ручки прикрутить и что-то вешать. Но тогда закроется рисунок. До меня только сейчас дошло, что можно же перевернуть вот так и сделать здесь крючки и вешать, допустим, прихваты, полотенца. Вот эти петли верхние просто убрать. Ну или в рамочке задекорировать аккуратно, потому что все зале, они же крепеж на них. Вешается эта фарточка. Вот такая плитка у нас куплена. Видите? Видите? Она такая серо-зеленая, напоминает нашу тайгу, может быть, чуть-чуть посветлее оттенок. И такая немножко акварельная, не идеально покрашенная, не идеально ровная. В общем, все, как я люблю. Плитку мы ни разу не ложили, будет чистый эксперимент. В общем, пора начинать. Я прям в предвкушении. Ты уж, прора спешить, скорее поучаствовать. Вся семья собралась, те, кто дома, участвовать в переезде. Потому что для того, чтобы здесь начать ремонт, нужно сначала, конечно же, освободить помещение. И мы будем все это перетаскивать сейчас вот сюда. А для того, чтобы перетаскивать сюда, нужно освободить все здесь. Розетки у нас есть только вот здесь и вот здесь. Там еще розетка, но там занято роутером, и все это разбирать довольно проблематично будет. По этой стене розеток нет, поэтому кухню придется устанавливать сюда. Можете начинать? Поздравляю вас! Все доски вытаскивайте! Все вытаскивайте! Субтитры создавал DimaTorzok Как же приятно делать ремонт в своем доме! Мы так долго к этому шли! Весь наш путь можно посмотреть на канале! Ремонт – это всегда существенные финансовые вложения. Особенно, если вы еще выплачиваете ипотеку. В такой ситуации важно оптимизировать расходы и найти возможности для экономии. Например, найти выгодные предложения по ипотечному страхованию. Вы, кстати, знали, что страховать ипотеку можно каждый год в разных страховых компаниях. И это действительно хорошая возможность для тех, кто хочет сэкономить. И если вы ищете, как сделать это максимально выгодно, я хочу порекомендовать вам Банки.ру. Это самый большой финансовый маркетплейс в России. Там можно подобрать и оформить по выгодным условиям страхования ипотеки. Расчет происходит сразу в 15 страховых компаниях, после чего вы выбираете наиболее оптимальный вариант для себя. Застраховать можно квартиру или жизнь, а можно квартиру и жизнь. А еще при оформлении ипотечного страхования на Банке.ру можно получить кэшбэк до 50%. Оформление очень простое. Выбираем банк, вводим остаток по ипотеке, вводим свою дату рождения, выбираем тип полиса, например, «Квартира и жизнь», нажимаем «Показать цены» и выбираем самое выгодное предложение для себя. Нажимаем «Далее», вводим свои данные, их нужно вводить только один раз, далее они подкружаются автоматически. И нажимаем кнопку «Оформить полис». Все. Оказалось, оформить выгодное ипотечное страхование на Банке.ру не так сложно. Особенно приятно получить кэшбэк до 50%. Ссылочку оставляю в описании. Переходите, не упускайте свой шанс. Ну вот и все. Наша почти уютная кухня превратилась в совсем не уютное помещение. Так быстренько, ломать не строить. Посудомойка пока осталась здесь, потому что здесь слив и нет смысла ее нести в гостиную, там ее подключать некуда. Леша предлагает ее перенести и подключить туда, к стиралке. Ну, посмотрим, как она там встанет, куда влезет. Подумаем. А здесь у нас все вполне себе неплохо. Настолько неплохо, что мы дружно с Алексеем даже задумались, а не оставить ли нам кухню все-таки в гостиной, сделать кухню в гостиную. Но я этого совсем не хочу. Хотя выглядит это, конечно, классно, когда такое большое окно с видом на горы, на детскую площадку, на свой сад. Было бы неплохо. Но нет. Сейчас объясню, почему. У нас большой опыт жизни с кухней-гостиной. И в каких-то условиях это хорошо и оптимально, а в каких-то, наоборот, нет. Например, в небольшой квартире, конечно, лучше кухня-гостиная, чем какая-то малюсенькая кухня, где-то там отрезанная. И ты в коморке в этой, вдали от семьи, сам по себе в четырех стенах готовишь, моешь посуду, да. И проводишь достаточно много времени в маленьком помещении. Да, лучше тогда кухня-гостиная, все вместе, шумно, весело. Но когда у тебя достаточно просторное жилье, когда хочется принимать гостей, накрывать столы, то кухня-гостиная это больше минус, чем плюс. Например, когда мы жили в большом доме, и у нас была гостиная почти 50 квадратов, то есть кухня-гостиная 50 квадратов, там был стол на 12 персон. И вот мы сидим, у нас какой-то праздник, день рождения, огромный стол, куча гостей. Ну и куда ставится вся использованная посуда? Куда ставятся все фантики, обертки и так далее, где стоит наготовленные угощения на кухне? То есть мы сидим, вроде бы вот у нас стол накрытый праздник, но вокруг нас на кухне полный бедлам. И не говорите мне, что нужно сразу убирать. Ну, конечно, встала из-за стола и пошла такая мыть посуду, а не проводить время с гостями, да? Превращаешься не в участника праздника, а в какой-то обслуживающий персонал. Даже если иметь обслуживающий персонал, то кухня-гостиная, опять же, это больше все-таки минус. Потому что... Так, идите отсюда, кряквы. Потому что, ну вот вы сидите, и вокруг вас постоянно, то есть, какие-то помощники суетятся, тут же моют посуду, тут же гремят вилками-тарелками, и тут же все эти запахи с кухни. А, извините, на кухне не только готовка происходит, там и бывают какие-то и луком пахнет, и жиром пахнет, и мусоркой может пахнуть, и все что угодно. Поэтому нет. Да, конечно, можно и супермодные там герметичные мусорки, и все это быстренько убирать, подчищать. Но согласитесь, это вынужденная больше мера, когда у тебя небольшая, допустим, квартира, и кухня-гостиная, это такой компромисс, чтобы не быть совсем уж в маленькой коморке, быть уютно со всеми, и вот приходится подстраиваться, все быстренько убирать, учитывать какие-то нюансы, ну то есть, да, тоже минусы в этом есть. Но когда у тебя площади позволяют, то я не вижу никакого смысла объединять гостиную и кухню. Если мы наймем когда-нибудь помощника, я бы хотела, чтобы она отдельно там готовила на кухне, а мы с семьей спокойно отдыхали в гостиной с гостями, и у нас была красивая вместо вот этой кухни, здесь красивая столовая зона с буфетами, с сервировкой, с красивыми шторами на окно и так далее. В общем, ну, это совершенно другой уровень, мне кажется, комфорта. Поэтому я не хочу в гостиной никаких запахов, никакого шума, никакой грязи, никаких посторонних людей. А если совмещать, даже у нас здесь 46 квадратов, но я хочу вот этот аппендикс отрезать, и там будет 16 квадратов гостевая комната, останется 30 квадратов гостиная. Если совместить ее с кухней, то получится опять же такой, ну, просто среднестатистический вариант, довольно тесный. То есть будет кухня, небольшой столик и диван, там, телевизор. А хотелось бы иметь все-таки большой стол, место для того, где можно встречаться всей семьей, проводить семейные праздники, приглашать гостей. Поэтому нет. Кухня как бы симпатично тут не смотрелась, ее тут не будет. Ну и чисто технические моменты, здесь нет выводов на воду, на слив, поэтому зачем морочиться, когда у нас есть помещение 20 квадратов. и, кстати, по планировке гораздо удобнее, заходя в дом, попадать сразу в кухню, выгрузить пакеты, продукты и потом уже проходить дальше. А не проходить у нас получится через три помещения, прежде чем ты в кухню попадешь. Вот. Поэтому как бы не было уютненько, симпатичненько и приятный вид из окна, кухня будет на кухне, а здесь будет зона отдыха. Пока я там трындела, будущая кухня уже занята под игровую площадку. У всех здесь сразу куча дел появилась, куча занятий. В Польше ж негде поиграть в мячик, да? У Таюшки маленький теннисный мячик, у них резиновый мячик. Спасибо, Таюшечка. Вот так вот. Все здесь, конечно же. Весело. Поймал. Ты что читаешь? По насосу, инструкцию прочитать, хоть как им пользоваться. Ага, когда уже подключил, починил, сломал, сейчас решил почитать, да? Да. Разочарую тебя, откладывай инструкцию, давай ремонт начинать. Давай. Так, пока я всех выгнала, давайте расскажу вообще, что мы здесь планируем. По моему видео с рекламой Леруа и набора для кухни, многие подумали, что мы именно такую кухню собираемся делать. Нет, это просто был пример, как можно в одном месте собрать недорогую и стильную кухню. Мы, конечно же, таким простым путем не пойдем. Поэтому у нас все очень сложно и нестандартно. Чуть-чуть рассказываю. Так, мы будем сейчас с Соней красить стены, но стены у нас не очень ровные. Вот видите, они тут зашпаклеваны. Все это, по идее, надо еще шпаклевать, шлифовать. Я, естественно, этого делать не хочу. Никогда не заморачиваюсь с ровными стенами. Помимо того, у нас еще здесь вот такие капли цемента, которые, по идее, тоже, конечно, надо шлифовать перед покраской. Чего я тоже делать не собираюсь. Я буду красить своим фирменным способом, фактурным окрашиванием, которое скроет все дефекты и даже дырочки от саморезов. Все, что мне не нравится, все скроется, в общем. Продолжение следует... Ну что, результат нашей с Соней, с Тимуром работы вы видите на стенах. Если что, они так и должны быть пятнистые. Это все по плану. Алексей Борисович отдолбил по периметру излишки бетона перфоратором. И теперь вот наконец-то укладывает пол. Подложка. Да, чтобы было тепленько и ровненько. Да. Красота, что было. Наверное, на камере слышно, как дети развлекаются, пока мы внизу. Тимыч барабанит, Тыюха там танцует. Снимать запрещено, поэтому снимаю вам, Алексея. Поехали. Алексей Борисович напилил досочки. Я там застелила пенопластом почти всю кухню. Пойдем пробовать собирать. Давай. Да, кстати, собираем. Мы, как видите, нестандартно из вагоночки. Ну, точнее, это имитация бруса. На ценнике была именно вагонка. Так что стелим мы на пол вагонку. Вагонка штиль. Будет штильно. Мы короли нестандартного ремонта. Сразу такая большая комната, когда квадратиками это застелено. Сразу видно, насколько большое помещение. Так как у нас полы бетонные, здесь уже сухая стяжка, то есть финиш, все ровненько, все крепко. Нам не нужно доски брать половые, чтобы они были крепкие. Поэтому ламинат еще гораздо тоньше вагонки. И мы решили, что нам такой вариант подходит. Единственное, мы взяли пятнадцатую, а не десятую, потому что все-таки посимпатичнее. Хоть это и подороже немножко, но в целом, если сравнивать с ценами на напольные покрытия, у нас получилось 820 рублей квадратный метр за деревянный пол, широкий, симпатичный, с пазами, потому что мы рассматривали и просто доску взять без замочков. Поэтому 820 рублей, это, я считаю, очень выгодная цена за красивый деревянный пол. Не так? Прораб не одобрил, а вот... Не понимаешь ты, как надо, да? Неправильно? Показывай, как? 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 Это так на меня похоже, как-то Леша что-нибудь делает, я подхожу, говорю, не так. Вот так, говорит, кладешь? Мама! Быстро, быстро. Очень быстро надо. Все. Можно делать? Давай, Сколи, стартуй. Леюша, это что за мыши погрызли? Так, отойдите, пожалуйста. Женщина, ты! Жуженица. Опа! У тебя попал? Попал. У меня попал. У тебя попал? У меня везде попал, но тут что-то есть. О, больше больше не ездил. О, здесь еще не поступало. А, ну, опять же, если нравится, не, не. Не, не, это не зашло. Ох! Опа! Опа! Слышишь, как сам выбирается в голову? О, идеально. Да? Ну да. Вот чуть-чуть подтолкни. Всё, ура! Можно все это? А над цветом даже немножко другая. Да. Но еще и салатом. Так, теперь, а, длинную вот сюда можно положить. Вот так каникулы у тети проходят, да? Ребенок уедет с полезным навыком укладывать ламинат, вагонку, половую доску. Всё, научилась. Она еще выпрашивает, говорит, о, короткая. Это тогда я сама, сама положу. Всё, можно уходить, в принципе. А ты тут достелешь полную. Завтра папа приедет, а мы, скажем, Соня теперь полностью стелить умеет. Идеально. Молодец, молодец. Идет коза, рогатая, за моими ребятами. А куда ты, где он холодный, обияй? Идет коза, Арсен. Идет коза, рогатая, за моими ребятами. иди папе помогай иди конечно что он там делает утро следующего дня у нас продолжается работа вчера выстели ровно половину и вот сейчас быстренько нужно доделать вторую половину соня у нас уже просто профессионал кому в бригаду нужны работники обращайтесь дорого да полезно у нас гостях быть закончил вкладку конечно алексей борисович мы бы с вот этим не справились он все видите как аккуратненько вырезал все смонтировал собрал у меня во все ужин готовится ефим ушел к себе домой недвижимость недвижимости не говори на юге любая недвижимость короче мама ты уши на день рождения сшила вот такую палатку цирковую она изо льна специально такие немножко как будто бы вываренные цвета мы купили для этого и киевскую палатку в качестве каркаса она по ней сшила вот такой новый я не знаю что это шатер вот и эфим привез вот июши пытается собрать завтра утром будем смотреть ее реакцию на такой домик приехал дядюшка эй мы тебя так выселим в огород ночевать гитару тима даст ну вот и наше утро как видите ребенок счастлив в домике уже всех игрушек туда перетаскала влазить там чего бы понимала да вот не знает же чуть такой домик надо еще закрепить сверху за крючок за потолок чтобы ровненько стоял потому что на каркасе то был такая как подкладочная ткань тонкая икеевская а сейчас леон и он конечно в 10 раз тяжелее каркас не удерживает это поэтому нужно еще заверх закрепить чтобы ровненько домик стоял вообще синитом играет и все и нравится куклена ты уж классно тебе там да а ты моя зайка классно ой как тебе нравится твой домик мягенький там такой коврик бабуля сшила когда я покажу смотрите как сторону такой мягенький ковричек тебе бабуля сделала и снизу там еще донышко такое непромокаемое чтоб можно было на улицу ставить домик но сейчас уже дожди начались поэтому конечно домик будет здесь стоять в комнате человек балдеет гости наши все уехали забрали с собой тимура опять мы втроем остались с лёшей будем дела делать так ремонту два дня что мы имеем стены окрашены а штукатурены у нас такая смешанная техника полы застелены все лёша подбил подогнал теперь можно красить полы это очень волнительный момент вчера в леруа заколировали масло и я вообще не уверена какой в итоге цвет получится прям страшновато потому что ехать еще раз терять время вообще не хочется ну и как бы эксперименты могут быть бесконечными очень надеюсь что с первого раза наш совместный глаз алмаз выбрал правильный цвет давайте пробовать ну что момент x я если честно очень переживаю здесь цвет ну прям я даже не могу сказать шоколадный ржавый какой-то ржавый шоколад очень темный мы хотели темные полы тима хотел очень темные полы я хотела там цвет орех теплый и такой средней насыщенности на всякий случай пробовать там где будет стоять кухонный гарнитур чтобы если что можно было сменить цвет скрестили пасть мама дорогая какой он насыщенный и темный пока у меня там подсыхают полы лёша с ты ушей конечно же начинает собирать кухню открываем ее как купили через яндекс она пришла и нам некогда было ее распаковать даже убедиться что это вообще то что нужно я честно говоря не помню я фасады знаю какие корпус я недавно только думала жалко что фасад это я покрашу а корпус внутри красить не хочу лень и жалко что будет видно белый корпус когда открываешь но нет алиса заказала темные фасады кухня называется прованс цвет как ты там говорил тут а я не помню короче ссылку в телеграме оставлю классная темный да все детали там темные но фасад был еще зеленый я буду красить в зеленый сразу говорю но зеленый был блестящий какой-то слишком яркий я решила что а и он был долго на доставку я решила раз мне все равно красить тот зеленый мне не подходил то какая разница возьму вот такой вот цвета какао мускат вот вспомнил мускат называется цвет короче возьму думаю такой зато придет быстро а потом с лёшей смеялись надо пришло то она быстро мы открыли спустя почти два месяца как будто бы нам только и не хватало кухне собрать прям тормоз торопились заказать побыстрее а ручки есть комплекте покажи вот вот это у тебя фурнитура бежит по-моему должны быть и ручки рапушечка да я думаю ты откроешь конечно покежь я не открываю цвет красивый такой он какой-то не нашлен а вот чуть-чуть розоватый какой-то да лёша красиво у меня я в токах цветов не знаю ты юша переверни а нет ну будет зеленым как твоя футболка такой дух как как все тайга еще даже фальшболты давай давай дай покажу ручку она вот состаренная прям кстати не просто золотистая в леруашке таки смешно и вот лёша говорит что фальшболтики сделаны ногти у меня конечно маникюр но что поделать декоратор в ремонте блин класс вообще я довольна ну и стоит она совсем недорого ой как я рада что шкафы темные как я рада ну давай с помощником вы сейчас быстро соберете да как полчаса как ренату собирал кухню нету конечно помощником час минимум а Леша, конечно, с Теюшей тут интереснее гораздо. Что не проезжает? Застряли. Ваш ремонт, скажи. Нигде не проехать. О, Господи, кто что у нас? Ребенок петли в коляске. Доставка сетей надо. Курьер вам. Вот они, все проверила, все на месте. Папе привезла, да? Дай папе. Петли дай папе. Да, сейчас скажи. Покажу вам. Покажи, конечно, конечно. Ой, слюни, да пупа. Качественные петли. Уже 8 зубов есть, еще лезут жевательные. Ой, красивые, какие петли. Спасибо тебе, забирай. Давай поставим, а? Это на двери. Ну, между прочим, Леша уже вторую тумбочку собирает. Говорит, у Рената белая кухня, как попало, была намечена. Не было дырочек правильных, а здесь все хорошо. Ну, ждем, ждем. Туда нельзя. Ох, оттуда сейчас потащит. Ну, надеюсь, что нет. Это не трогает. Все, пошли ставить. Так, а ну как будем ставить? Надо же понять, где кончается столешница, где нет, куда она будет. В смысле, кончается. Вот здесь не будет посудомойка, все. Нигде не кончается. У нас трехлитровая столешница. Силюшкин, на, тебе, держи. Все, бери, бери. 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 Бери же, да? Ну, ближе это уже попробую. Нет, давай. Давай, подсоединю тогда. Подожди. Пошу, что-то сделать. Можно я понесу тумбочки? Я понесу тумбочки. Зачем. Пора. 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 Не получилось, они тяжелые. Пошли вместе нести. Выглядят, как будто маленькие легкие, а они тяжелые. Опилку же. Опилки, да. Ну, потом подкрутишь, понеси. Ну, я пока тут порасставляю их. Ты мне принеси сюда. Ты сейчас не запомнишь? Нет, сейчас. Сейчас. Ты тут принеси мне тумбочки. Принеси мне тумбочки. Принеси мне тумбочки. Принеси мне. Видишь, волшебная палочка тут работает? А ты бросила. Она волшебная. Все. Все. Какую, говорит. Какую? Скажи, все неси. Все, скажи. Это такая двойная? Все, дальше сама подопил. Следующая. Какая она лузенькая. Примерно так. Пьюш. На недельку. Пол второго. Я уеду. Комарово. Я за то, чтобы в синем море не тонули корабли. Ну что так долго? Очень долго. Молодой человек. Очень долго. Куда? 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 Наверное, рядышком. Я не уверена. Сейчас я в воду буду их тут текать и собирать конструктор. На недельку полстарова. Я не в воду. Комарово. Как будто бы у меня и не влазит кухня. А где рулетка? Нет. Я вспомнила. Бригадир идет впереди. Сюда, сюда. Правильно несем? Сюда? Да? Да? Ага. Так. Проходим. Присел. Бригадир плюхнулся. Брюшечка. Так, давай-давай. Ну, мы с ним. Так, давай вот эта вот сторона у стены. Она изменила. Она отшлихована. Ого. Показалось, кому-то сейчас прям по голове прилетит. Хороходы страх на кровать совершится. А что он такой большой? В смысле? А где я промахнулась? Наверное, ты мне просчитала по стены? Нет. Следующий этап. Я докрасила полы. Со столешницей разобрались. Конечно же, не могла я ошибиться. Все у меня под расчет. Это сейчас я что-то от усталости. Видимо, отключилась голова. Полы просто прекрасны. Здесь уже хорошо-хорошо просохли. А здесь свеженькая. Поэтому кажется, что чуть темней. Высохнет. Все будет хорошо. Кухню мы занесли сразу вот во избежание комментариев. Кухню мы занесли, потому что с момента покраски этого участка пола прошло уже весь день. Я его рано-рано утром покрасила, а сейчас за окном уже темно, 9 часов вечера. Поэтому, в принципе, ничего страшного не произойдет. Здесь уже тоже прошло полтора часа, поэтому, в принципе, ходить можно. Я уже тряпочкой все вытерла. Конечно, еще сохнет, но, как бы, пройти уже можно. Со столешницей кухня просто огромная. У меня получилась рабочая поверхность почти 3,5 метра. Вот этот хвостик нужно будет отрезать. Я хотела, чтобы сейчас Леша отрезал его, и я могла покрасить столешницу тоже маслом. Я буду покрывать тем же маслом, что и полы. Но потом, после полного высыхания, я еще пройдусь маслом для столешниц, чтобы закупорить вредные вещества. Потому что все-таки столешница контактирует с продуктами, и, как бы, финишом будет разрешенное покрытие, чтобы все было безопасно. Но, чтобы совпадал цвета, чтобы не полировать еще одно масло, я покрою этим же, а сверху уже покрою маслом для столешниц. Здесь у нас, получается, встанет холодильник, здесь пойдет фартук, плита, шкаф и так далее. Фасады специально пока не навешиваем, потому что я их буду красить. Конечно, гораздо удобнее их покрасить, пока они не собраны. Вот, хотела, чтобы Леша отрезал столешницу, но на улице дождь, дома он пылить не хочет, она достаточно толстая, то есть опилок будет много. Поэтому он мне сказал, крась так, ну, срез, завтра подкрасишь. Зато за ночь уже столешница высохнет, и мы завтра сможем ее спокойно эксплуатировать. А это имеется в виду, что нужно установить раковину и кран. Вот. А если сейчас этого не делать, и делать это, когда мы уже вырежем под раковину, установим кран и так далее, то, получается, завтра она будет весь день сохнуть, и мы не сможем ей пользоваться. А так я на ночь сейчас все быстренько покрою. С утречка мы вырежем под раковину, установим все. И, в принципе, с торешкой можно будет уже пользоваться кухней, без фасадов тоже можно будет пользоваться. Поэтому буду покрывать так, а потом он отрежет лишнее, и я просто подмажу торец. Вот и все. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Все. На этом сегодняшний ремонтный день заканчивается. Столешница еще темная, но она, во-первых, мокрая, во-вторых, я ее еще не вытирала. Нужно подождать 40 минут и буду ее вытирать. Ну вот так цветовая палитра уже вырисовывается в кухне. Очень, конечно, хочется поскорее все собрать, увидеть, как это все вместе смотрится. Но до этого еще далеко. Сегодня отдыхать. Завтра будем чуть-чуть обустраивать нашу новую кухню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Торжественный момент. Войдет ли раковина в дырку, вырезанную на глазок? Идеально! Ну, это опыт уже. Знаете, как я делаю чертежи свои? Достань раковину. Чуть-чуть достань. Мастер-класс. Да. Вот, облокоти ее сюда, как будто бы здесь есть столешница. То есть, я вот так ее ставлю, и вот так ровненько карандашиком, чик-чик-чик, вот так вот все обвожу. Здесь же все равно отступ еще сантиметра два. То есть, я понимаю, что вот так чпонь, и все. И всегда работает. Чпонь, и все. Все, и никаких замеров. Замер делаю только вот здесь всегда уголком, сколько отступить от края. Чуть-чуть оставляю, а здесь побольше, чтобы, ну, во-первых, у нас здесь будет кран. Потому что, ну, раковина старая, и как бы здесь должен быть, по сути, вертикальный кран настенный. Но мы, конечно, так делать не будем, потому что хаотим раковину у окна обязательно. Из-за того, что, кстати, раковина нестандартная, старая, здесь были еще петли, она же навесная, настенная. Пришлось, Лёше, все, болгарка это снимать. Вот этот бортик остался, ну, потому что его очень трудно ровно срезать. Я сказала, я лучше сюда речку сделаю. Все просиликоним, проклеим, и будет хорошо. Ну, плюс защита от воды какая-никакая. Ну, не знаю, как это поможет от воды, не знаю. По красоте все же. Столешницу, конечно, обработаю маслом. Купила вот такое, как и говорила, для столешниц. То есть здесь вот эта пропитка, хоть я ее и сошлифовывала, но она все равно работает. Вода всегда попадает, капельки стоят. То есть она пропиталась. Сейчас я убрала именно цвет. Ну, теперь вот таким еще бесцветное купила, чтобы больше не экспериментировать. Буду колеровать сама теми маслами, что у меня есть. И буду покрывать. Осталось вырезать под кран. Сливы Леша уже проложился. Леша, дай. И посудомойку подключил. И сливы под раковину сделал. На подачу там шланги все купил. В общем, единственное дело, вырезать теперь под кран. И будем все собирать. Все. Первый этап ремонта на кухне закончен. Конечно, еще далеко прям до финала. И со стенами я еще буду работать. И двери везде нужно вставлять. И плентуса, низ, вверх, потолки, розетки, окна. В общем, еще вообще все делать. Красить фасады. Куча декора, доделок. Но все сразу сделать сложно. И тогда ролик вы бы ждали еще очень-очень долго. Поэтому давайте пойдем по этапам. Что можем, то и делаем. Наша задача была, самое главное, это застелить пол. Потому что здесь бетон. И уже холодает. Чтобы было теплее, комфортнее находиться здесь. Чтобы было чище. Конечно, бетон пылит. Хоть и не так ужасно, как мы боялись изначально. Сухая стяжка все-таки более-менее можно считать финишным покрытием. Но все равно это грязь. Осталось теперь застелить холл лестничный. И тогда первый этаж у нас уже будет чистенький. Потому что большим помещением, 45 квадратов, мы пока еще пользоваться не будем. В этом году вообще не знаю, дойдут ли туда руки. Мы его просто закроем. И там пока будет бетонный пол. А здесь была задача, как можно скорее застелить пол. Ну и раз уж стелим пол, хотелось собрать кухню, чтобы было комфортно готовить и кушать. В кухне у нас уже сам гарнитур был. Не весь, конечно. Еще нужно покупать чайную зону. Еще будем сами собирать остров барный. Еще, ну короче, много еще всего впереди нас ждет по кухне. Но база была и минимальные комфортные условия можно было сделать. Такая задача у нас и была. Я считаю, что мы с ней справились. Да, пока картинка не складывается. Но, думаю, направление уже будет понятно. И вы с пониманием отнесетесь к тому, что это, конечно же, не финальный результат. Мы все еще в процессе. Но кое-что уже показать могу. Так что, пошлите, разворачиваю камеру и начинаем обзор. Давайте начну с самой некрасивой зоны. Не оформленной, не законченной. Когда-нибудь здесь появится красивый деревянный портал и ремонт в холле. И тогда картинка сложится. Двери из кухни я делать не хочу. Но обрамить проем, конечно, нужно. Входную дверь мы будем в будущем менять. Но это будет вообще непредсказуемо. Еще когда, до этого далеко. Но эту хочу хотя бы покрасить и оформить дверной проем, чтобы все это сочеталось. Вместе стульчики барные с авито ждут, когда Алексей Борисович отрежет им ножки. Потому что они сшиты на каких-то гульверах. 90 сантиметров высотой барный стул. Мы, если честно, даже просто не достаем на них садиться. Поэтому их нужно укоротить. И у нас, наконец-то, в доме появятся стулья джекуся. Это утеплитель. Специально, чтобы не сквозило. Напомню, что у нас там нет прихожей. Поэтому Джейк несет свою службу. Пылесосик БиКью. Это самый мой любимый помощник. Честно говоря. Именно им я сейчас и собрала крошки от Июшиных печенек. И помыла мой новый испеченый деревянный пол. Это очень удобно. И он, кстати, сам чистится. Вообще нет проблем поставил. Заряжаться на самоочистку. И взял чистенький пылесос снова. Я прям не нарадуюсь, честно. Стена. Я так и хотела, чтобы она была пятнистая. Не художники. Меня не поймут. Нужны, конечно, ровные стены. Ровный цвет. Но я знаю, что наша творческая банда в большинстве своем оценит. Их еще нужно дорабатывать. Так как высыхают они, конечно, ну, то есть пятнисто, да. И где-то хочется чуть больше разнести цвет. Где-то притемнить. Где-то присветлить. Ну, короче, нужно будет еще с ними поработать. Сейчас я уже торопилась выложить вам, наконец-то, видео. Поэтому немножко подзабила на этот процесс. Но надо будет ими тоже заняться. Видите, они такие неоднородные. Они такие дымчатые. Они такие фактурные. Мне очень нравятся вот такие вот мазанка такая. Видите, она такая. Класс. Полную маникюр у меня, конечно, вообще. Все масла впитались на века в мои пальцы и коленки. Надеюсь, когда-нибудь получится от этого избавиться. Так. Технологию вот таких стен я в телеграмме выложу в нашем. И кто хочет, сможет повторить. Очень удобно. Потому что вы сразу и заштукатурили все дырочки, все неровности. И в один слой добились сразу финишного эффекта. Конечно, там есть свои нюансы. И можно делать чуть-чуть по-разному. Ну, такой вот велюровый эффект, я его называю. Можете сделать сами своими руками. И такие художественные фотостены у вас получатся. Переходим в нашу зону напротив двери. Здесь у нас будет чайно-кофейная зона. У окошечка вот так. Там, кстати, очень симпатичный вид из окна на соседский домик. Его недавно купили. Приезжают разные машины. Я думаю, что это строители разные. Потому что приезжают, что-то меряют, уезжают. Но вот вчера приезжали мои ровесницы, девчонки, пили чай на веранде и уехали. Я так подозреваю, что это новые владельцы приехали хоть посмотреть домик. Я на это, надеюсь, рассчитываюсь, потому что я бы с удовольствием с ними тоже пила чай на веранде по утрам и вечерам. Вот так выглядит наша чайно-кофейная зона. В будущем здесь появятся полочки. Здесь тоже чего-нибудь. Ну и, конечно же, здесь встанут какие-то тумбы для хранения. И будет, наконец-то, все мои травяные чаи, алесины, кофейные, зерна, не зерна у него, чего только нет. И цикорий, и варить кофе, и заваривать кофе. Короче, все подряд он любитель. Тоже, наконец-то, все займет свои места. И можно будет собирать коллекцию кружечек. Я так люблю красивые кружки, но мне некуда их было выставить. Здесь все это будет. И вот так. То есть вот тут будет рабочая зона. Там кофемашина, чайник. Не этот чайник, это мы на стройку временной покупали. И здесь будет остров и вот барные стульчики. Сейчас у нас четыре стула, на двух из них вот лежит столешница. Столешница с Леруа, я просто покрыла ее маслом. Все, и то есть здесь будет, вот тут будем завтракать, пить чай, кофе. А обеденный стол будет в гостиной. Ну, я думаю, достаточно уже уютненько и комфортненько. Это баночка с фикс прайса 100 лет назад. Это купила недавно в фикс прайсе, по-моему, по 250 рублей. Очень классный и совсем недорого. Вазочка тоже с фикс прайса. Эта вазочка тоже с фикс прайса. Свеженькие еще можно поймать. Там такие же. Табуретка под лимонадник фамилия стоила что-то 1600, что ли. Короче, дорого за такую табуретку. Но я купила, не удержалась и купила еще давно. Лимонадник, конечно же, с фикс прайса. Вроде больше рассказать не о чем. Хочу еще сходить в фикс прайс. Вроде там осенних новинок много, а я ничего не видела. Штору мама мне сшила. Смотрите, какой классный лен. Такой серо-зеленый с белой полосочкой. Специально с таким вот подворотом просила. Карнизы, как всегда, леруашка золотые. Что-то там с набалдашниками. Они чуть дороже стоят. Без них, без кругляшков, рублей 500-600, а с набалдашниками 700-800. Он раздвигается до двух метров. Ну, такой вот симпатичненький. Мы закрыли, если помните, у меня там проем, который заложен газоблоками. И этой шторкой мы пока что его прикрыли. В будущем здесь появится дверь с выходом на заднюю часть. Там буквально два метра. Но я хочу там тоже кое-что сделать. В телеграме уже обсуждали. Если хотите подробностей, заходите, почитайте. И дверь будет обязательно с окном. Но все равно шторка останется. Ее можно на бок закидывать и для тепла закрывают. В общем, довольно часто в Европе такая история шторы на дверь. Поэтому мне она нравится. Убирать я ее не буду, даже когда дверь появится. Сразу скажу про тех, кто пишет опять, что она не обрезана по высоте. Во-первых, мне так нравится. Как-то это более театрально, что ли, смотрится. Более богато это смотрится. Когда ткань с излишками, с избытками. Вот так вот она лежит. Ее, конечно, нужно пропарить, погладить. Я, кстати, наконец-то купила отпариватель. Xiaomi достаточно простенький. Но отлично справляетесь со своей работой. Вот. А во-вторых, мы же будем поднимать когда-нибудь, опять же. То есть сейчас мы делаем такой первичный ремонт. Но в идеале хотелось бы поднять эту крышу, убрать вот этот плоский потолок и под скат поднять до балок крышу. И, соответственно, высота будет больше. Поэтому штору нужно будет поднимать. Но чтобы ее не переделывать, проще уж сразу за пасиком. Здесь я хочу, чтобы у меня когда-нибудь встал диванчик. Пока стоит оливковое дерево. Представляете, это искусственное оливковое дерево. Ручная работа нашей подписчицы. Я его просто обожаю. Оно вообще не выглядит искусственным вживую. Оно смотрится очень натурально. Надо для него красивый горшочек большой купить. Я с ним столько фоток и видео уже сделала. Ссылку оставлю. Кому интересно, в Телеграмм. Это с Краснодара женщина. Я у нее и банановую пальму еще взяла. И вот такую оливку. Но оливка это просто, конечно, любовь. Неимоверная. У нее там разные деревья. Ссылку оставлю. Кому актуально, заходите. Она, кстати, мастер-классы делает по таким деревьям. Сможете сами делать. Круто смотрится, да? Опять же, на фоне вот этой вот такой художественной мазанки. Как ее назвать? Видите, мне очень нравится, что она неоднородная. Конечно, я бы могла ее покрасить в один ровный цвет. Но не вижу в этом никакого смысла. Красили мы сразу тоже, отвечая на вопросы, своей краской. Это практически любимый мой цвет тайга. Даже в гардеробе он у меня встречается очень часто. Я сразу знала, что кухня у меня будет такого цвета. Поэтому с Краснодара привезла себе бадью. И красила нашей краской для мебели. Она отлично моется на стенах. Отлично ложится. Как бы поэтому. Кстати, краски можно купить на Озон. Ссылку оставлю в описании. Прекрасная палитра. Украшайте свою мебель. Меняйте интерьер. Занимайтесь творчеством. Отдыхайте в процессе. Хотите покрасти стены. Девчонки у нас и кафель красят. И заборы. И садовую мебель. Поэтому заходите на Озон по ссылке. И посмотрите там. Может быть вам какой-то цвет в душу западет. И словите вдохновение что-нибудь переделать. Так. Здесь у нас вход в постирочную. И справа из нее вход будет в ванную комнату. Вот так это выглядит. Все. Мой любимый шкафчик, который мы это всю дотаскаем. Ой, в стул врезалось. Вот так пошла кухонная зона. Ну вот сейчас смотрю на картинку. Мне нравится, как выглядит деревянный пол. Ну вот так пошла столешница. Там не везде докрашено, потому что вытяжка, фартук и так далее. Короче, в законченном варианте все будет аккуратненько. Окна буду красить, скажу сразу. Опять же, в идеале в будущем хочу поменять на деревянные красивые окна. Но не знаю, дойдет ли до этого. Пока хочу покрасить. В отдельном видео обязательно все засниму. Что здесь у нас? Я купила 4 кухонных тумбы низ. Вышло мне это тысячи в 25. Очень мне нравится качество мебели. На Яндексе я брала. Фасады покажу позже. Мы их будем красить, поэтому я их не навешивала. Очень нравится без доводчиков фурнитура. Но очень качественно катается. Очень вообще плавненько прям. Я довольна. Мне нравится, что темные тумбы. Если бы у меня были белые, а я же темную всю кухню крашу, то открывая темные фасады, у меня бы светился эта белая внутрянка. А здесь темные внутри тумбы, мне это подкупило. Ну и фасады такие в стиле Прованс с раскладкой, поэтому мне она прям зашла. Кому актуально, тоже в телеге ссылку оставлю. Столешница Леруа. Нет, вру. Длинная столешница с Яндекса. В Леруа нет трехметровых. Пришлось на Яндексе заказывать. Нам прям к дому привезли. Очень удобно. Естественно, все покрыло маслом. Что тут еще интересного? Посудомойку хотела спрятать за шторку, но она такая широкая, что шторке просто не осталось места. Думаю ее покрасить в цвет фасада. Потому что она белая и прям выбивается. Видите, холодильник молочный. Плита молочная. Раковина у меня тоже молочная. А этот прям белый и слишком технологично смотрится. Поэтому думаю или в цвет фасада, или все-таки что-то придумать и завешать. Ну, наверное, покрашу. Так, что тут еще интересного? Здесь у меня... Я что начала рассказывать? Четыре тумбы. То есть, да? Я сразу знала, какие у меня размеры, что у меня, где будет стоять. Посудомойка здесь. Потому что вывод слив там. Раковина обязательно у окна. Ну, в ту часть было ее оставить глупо. Потому что рабочая зона у плиты стала бы маленькая. Здесь у меня и для посуды место. И там очень много места. Почти два метра там еще рабочая зона. Ну и слив раковин, он же идет за тумбами. А посудомойка широкая. И не дала бы уже трубу провести. Поэтому сюда убрали посудомойку. Ну, в общем, все классно, все работает. Посудомойка работает, вода есть. По-другому поставить здесь уже вариантов нет. Вот как есть, так и будет всегда. И просто соединила буквой Г две столешницы. Там просто мы на стену набили реечку. И положили на тумбу и на реечку. Все. У меня столешница даже не прибита никуда. Получился пустой угол. Я угловой элемент не покупала. Там у нас спрятался мусор и газовый баллон. Ну, мусор там сейчас, потому что фасадов нет. Я не хочу смотреть на мусорный пакет. А вообще там будет газовый баллон и кулер стоять. Вот. Мне кажется, вполне себе неплохая комплектация кухни. Мне больше шкафов не надо. Будут еще сверху полки. У меня и так все кастрюли и сковородки влезли в ящик под духовкой. По-моему, четыре кастрюли и две сковородки у меня. Все абсолютно влазят в этот ящик. Духовка, вообще плита мне очень нравится. Обычный гефест. Я уже в духовке и пироги делала, и круассаны. И шарлотку очень нравится. И визуально нравится, и качество сборки нравится, и как запекает нравится. Ну, вообще, даже вот этот ящик, он всегда в плитах такой тугой. Здесь вообще на колесиках так все катается. Супер, очень вместительный. Ну, и шкаф у меня очень вместительный. Там у меня сейчас посуда и всякая техника кухонная. Конечно, им мы займемся отдельно. Вообще, у меня на него планы. Прямо отдельным видео будем его оборудовать. Раковина, королева моей кухни. Винтажная красавица, которой почти 50 лет. Конечно, не все поймут, и это, ну, прекрасно. Понимаю, мы все разные, но я такое люблю. Вручную ее для нас специально расписала художник. Заново запекалась она. Все вот эти вот артефакты, мне все это нравится. Кран пришел нам бракованный. Ссылку на него оставляла. Вроде отзывы хорошие. В телеге, опять же, можно посмотреть. Один течет вентиль, и придется менять там внутри детали. Короче, так что не знаю, на свой страх и риск только можете заказать. Ну, очень красивый, высокий, удобный. Ну, такой сюрприз может быть. Ну, с любой техникой может быть такой сюрприз. Зато он классный. Так, ну, эта сушилка, я ее всегда беру. На ВБ, на Яндексе. Кстати, заметила, на Яндексе чуть-чуть она подороже. Но вот я Ринату купила на ВБ, и в нее вообще не вставляются тарелки. Они падают, они не стоят вот так. А на Яндексе я уже два раза покупала. Один раз на дачу, и сейчас сюда. На 200 или на 300 рублей она подороже. И в ней отлично стоят. Вот, видимо, разные производители. Чуть-чуть не так что-то, и не стоит просто посуда. Здесь доской я просто прикрыла некрасивые розетки, которые нам нужно куда-то деть. Так как фартук будет из плитки. Кстати, вот она. Вот такого цвета, почти как тайга. Специально немножко, так, как показать. Немножко такая с акварельным эффектом. Видите, она неравномерно окрашенная. И сама поверхность тоже неровная. Ну, короче, как я люблю, тренд на неидеальность. И розетки. У меня здесь две розетки, здесь две розетки. И у шкафа еще две розетки. Короче, в плитку врезать не хочется, мучиться. В столешницу, ну, не знаю. Поделитесь опытом. Поделитесь идеями в комментах, куда деть розетки. Сверху над фартуком будут деревянные полочки. Я уж не знаю, то ли в тумбу вывести розетки. То ли на полку положить эту розетку. Как-то аккуратно провести, чтобы она там лежала и ее не видно было. Потому что куча проводов, воткнутые в стену и воткнутые в столешницу. Я не хочу. Как-то это визуально хочется куда-то убрать. Ну, холодильник мой все знаете. Он с Яндекса стоил, что-то порядка 50. По-моему, сейчас так и стоит. Вроде бы польский. Очень мне нравится. Все отлично работает. Практически бесшумный. Нам вполне его хватает. Но, опять же, хватает. В чайную зону вот сюда я хочу поставить еще маленький холодильник для напитков. И отдельно еще морозилку. Как раз мне будет чем заставить нижнюю часть вот эту. Тогда вообще будет супер. Потому что я все-таки любитель и мяса накупить, и овощей заморозки, и ягод заморозить. Поэтому мне морозилка нужна. И мороженое у нас всегда полно. Что еще показать? Ну, здесь, как всегда, все. Фикс прайс. Кастрюльки. Икея, что ли? Это на Яндексе покупала. Уже не помню. Классные, кстати. Да, по-моему, это не Икея. Икеевские развалились. Облезли от посудомойки. Крышка вообще деревянная. Это сразу развалилось. А здесь я все время ленюсь и засовываю крышку эту в посудомойку. Она вот треснула. Но ей уже два года, этой крышки. Все норм. То есть эти даже лучше икеевских на Яндексе брала. Здесь все фикс прайс. Горшок вот этот из новой коллекции. Наверное, еще доступен. Вот эти баночки. Вот такая. Для масла. Кстати, у нее неплотная крышка. Имейте в виду, кто реально для масла будет брать. Приходится придерживать. Вот такой ночник. Сенсей купила. И он сюда так классно подходит. Купила ты юши, но решила, что он здесь будет стоять. Тостер, по-моему, Дексп. Какой-то недорогой. За тысячи брала. За то, что он красивый. Фартучек от раковины. Кстати, поделитесь идеями, как его можно использовать. Я думаю, может быть, его повесить на стену. И ручки керамические сюда воткнуть. И на них вешать полотешки прихватки. Но жалко, что закроется рисунок. Может быть, перевернуть и вниз вешать. Ну, тогда, типа, зачем вообще этот фартук тоже. Думаю, еще фартук этот, может быть, на шкаф вот тут поставить. Чтоб не забрызгивалось. И, может быть, как поднос использовать. Короче, поделитесь идеями, как использовать эту красивую штуку. Чтоб она поддерживала дуэт с раковиной. Здесь масленка фикс прайс. Баночка тоже фикс прайс. Это у меня выставлено сюда для специй на салат. Потому что явно я здесь у раковины буду резать салатики. Поэтому здесь для оливкового масла. Здесь тоже для специй ванночку взяла. Вот это вот классное. Для масла берите лучше вот эту. Потому что она плотная и, ну, вот, не открывается. А та квадратная выпадает. Ну, я уже хапнула две. Так что пусть будет две. Это даже не помню. Помню, в магните покупала. Кокотницы они, или как они называются. Люблю в них запекать. Лешина химия с той стороны портит мне всю картинку. Согласны? Забыла сказать ему, что он его убрал. Полотежки из фамилии по 130 рублей, что ли, набирала разных. Вот они, кстати, вот здесь у меня. Такие все в морском стиле полосатенькие, белоголубенькие. Такие. Все, такой прям хлопчик хороший. На лен похоже. По 130 рублей. Просто та же. Кувшинчик тоже фикс прайс. Вазочка тоже фикс прайс. А вот эта вазочка я заказывала у керамистки, художницы. И вот она расписывала. Я как увидела, вы знаете, я люблю домики. Я сказала, мне надо. И вот она тут поселилась. Это веточка оливы при переезде отпала. Ну, и радует меня в вазочках. Жду, не дождусь, когда соберется все полностью. Можно будет любоваться готовым уже сложившимся интерьером. Ну, и сейчас, я думаю, деревня уже чувствуется. Такой фармхаус с южным настроением. Тарелочки, по-моему, тоже фикс прайс. Вот эти прям классные нравятся мне. Цвет у них такой приятный. Беленькая фамилия, а зелененькие фикс прайс. Рыбка, по-моему, из фикс прайса, соусница. Ой, нет, из фамилии. Все. Ну, вот это Тима прикрепил. Надо убрать, конечно, с холодильника. Вот так все это выглядит. Общий план. Потолки буду декорировать. Давайте широкий угол включу. Вот так. Кухня, напомню, 20 квадратов. Кофейная зона. Остров. Остров будет на колесиках, поэтому можно будет и сюда поставить. Здесь будет дверь. Там будет глухая дверь. Хотя, не знаю. Может, и не глухая. В принципе, в прачечную. Чтоб свет оттуда тоже красиво шел. Шкаф глухой, так что дверь можно и со стеклами. Здесь обязательно со стеклами. Здесь хоть и будет прихожая, и света практически будет не попадать, но я постараюсь сделать ее очень светлой, чтобы через нее и дверь входную вот со стеклами тоже заходил еще дополнительный свет. А когда разберем потолок и поднимем, и разбогатеем, то я еще и мансардные окна хочу. Тогда здесь будет, ну, прям светло. И это темное дерево, может быть, не будет таким темным. Может, еще подвышаркается. Но столешницы меня прям просто вообще расстраивают. С ними я не делала такого состаривания. Здесь, видите, вот он. Ну, он классно смотрится. Классно. Просто мне как-то, вот, не знаю. Не могу объяснить. Вот не могу. То ли цвет, то ли что. Столешки, они прям краснее, плотнее цвет. Здесь приглушенный с помощью воска. Вот. Ну, я думаю, мы все равно молодцы все дружно. У нас, наконец-то, есть чистенькое помещение. Уже почти красивое, где можно готовить и кушать. Так что ура, ура, товарищи. Двигаемся. Я надеюсь, что самое сложное позади. Первый блин с деревянными полами вышел комом. Ну, результат в итоге-то красивый, конечно. Но намучилась я с ними. И дальше, я думаю, пойдет легче. Теперь мы знаем все нюансы с деревянными полами. И будем двигаться побыстрее. Все. Вот так все это выглядит. Все. Заканчиваю. Это видео, наверное, и так уже получилось бесконечным. Постараемся делать ролики покороче и почаще. Ну, вот такая картинка у нас складывается. Если честно, не все меня устраивает. Ремонт не может быть без факапов, без ошибок. Хотя, в принципе, все получается так, как я себе напридумывала то, что я и хотела. Но в жизни, в реале, я теперь вижу, что, наверное, для меня это слишком темновато. Я хотела темные полы, темное дерево. Я знала, что у нас темное помещение. Мне хотелось именно такого эффекта. Вот такую вот свою нору. Темную, в принципе, сейчас картинка на видео. Мне вот нравится, как это выглядит. Я так и хотела. Но вживую в итоге мне что-то кажется прям мрачновато. Я смогла добиться нужного оттенка пола, который я себе напридумывала. Это было непросто. Три шлифовки, воск, несколько масел, несколько слоев патинирования, состаривания. Получилось. Красиво получилось. Но мне что-то как-то, не знаю, не могу объяснить. Мне ложится на душу и все. Нужно понимать, что у нас еще здесь будут окна. И, конечно, все это будет смотреться чуть-чуть полегче, посветлее. Но не исключаю тот факт, что я так и не смогу смириться с этим цветом, с темным деревом. И, возможно, сошлифую все еще раз, подчистую и покрою другим маслом. Потому что полы у меня деревянные будут во всем доме. Ей нужен одинаковый цвет. Если в кухне я еще могу с этим смириться, то я не уверена, что во всем доме я хочу такие темные полы. Хотя отдельно вот на пол смотришь. Он очень красивый. Он очень красивый. Он смотрится дорого, богато. Он смотрится состаренно, очень стильно. Я не понимаю, почему общая картинка. У меня такое, честно говоря, первый раз. Ошибки фокапы бывают. Но чтобы вот так вот цвет, дизайн не складывался. У меня такое первый раз. Наверное, стоит взять паузу, пожить с этим. Но не удивляйтесь, если следующее видео будет про перекраску всего дерева. Ежели все пойдет по плану, то следующее видео у нас будет про застил полов в лестничном холле. Кстати, с лестницей я нашла на Pinterest очень крутое экономичное решение. И для тех, у кого такой же вопрос актуален. Потому что сами знаете, лестница это всегда очень дорогой вопрос. В общем, кому актуален, не пропускайте. Потому что мне кажется, получится прям мега круто и мега экономично, как мы любим. Вот. И, в принципе, это будет вот база завершена. Дома чисто, тепло. Можно готовить, можно мыться. Все. Да здравствует цивилизация. Но впереди у нас следом будет детская комната. Я знаю, что все ее очень ждут. Я тоже ее очень жду. И потом уже наша спальня. Вот. До ванны, я думаю, доберемся мы только к лету. Потому что там надо все сносить. А гостиная по мере сил. Конечно, хотелось бы в этом году и под Новый год уже встречать всю свою семью. У всех друзей. Возможно, даже кого-то из вас. Но. Как пойдет. Все. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что с нами. Спасибо, что пишете комментарии. Спасибо, что подписываетесь в Телеграм. Там гораздо легче общаться. У нас там лайтовое, комфортное сообщество. Приходите. Подписывайтесь. Там не пропускаю комментарии. Там мы все-все-все обсуждаем. Там гораздо больше контента. Ну, потому что в формате там быстренько выложил видео. Быстренько выложил какой-то пост, фотографию. Конечно, гораздо проще, чем собрать большое видео на YouTube. Поэтому, кому комфортно в соцсеть с картинками, кому в Телеграм. Переходите. Ссылки в описании. Спасибо за лайки. Спасибо за комменты. Все-все-все читаем. Спасибо за подписки. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши серии. Всем пока-пока. Это была сложная переделка. Даже не переделка, а ремонт, да. Но сложное видео. Много нервов. И я рада, что это закончено. Всем пока-пока. Всем пока-пока.